всем огромный привет добро пожаловать на мой канал сегодня у меня будет такой домашний влог покажу вам спирею подписчица просила у меня у мамы их несколько видов ну и так всего и понемножку так что кому интересно продолжать смотреть еще у меня кстати сегодня но и не первый раз спрашивали по поводу чистки вот чем чистим всякую всякая на кухне в общем я как-то по совету ваша девочек купила вот такое концентрированное универсальное средство для кухонных поверхностей от faberlic вот у него артикул 11 218 у меня короче мама балдеет от него да она говорит что супер настолько классное средство вот мама не показывала сейчас я грудь давай засниму девочкам расскажем у нас есть вот такая хорошая блинная сковородка которая моя маме дико нравится да я ее прямо мама я прячу чтобы на ней мужчина наши не жарили яичницу да потому что яичницу не любят разрезать ножом и вот мама как раз вот этим средством чистила вот эту сковородку недавно но еще не до конца я для пробы попробовала вот я пожарила они помчута оладьи я жарила и вот в этом месте вот мочалками вот там где вот такая вот шеркалка какая-то ну вот я боюсь снять вот этот и я взяла вот это средство вот еще на тепленькое и просто вот намазала вот так вот для пробы каемочку и калемочка осталось да основная вот здесь почему то нагорала вот ну тут еще осталось вот и я ставлю или на полчаса где-то если еще не помню уже так вот а потом она просто сошло просто сошло она как новенькая вот осталось мне вот здесь еще вымыть здесь вот и вот и вот в этой стране вот тоже помыть. Вот попробуй. И руки, кстати, она не разъедает. Да, самое главное, что она еще не сушит. А то бывает, я как-то купила такое средство, которое даже в перчатках работаешь, и перчатки такие хопс и слипаются. То есть разъедает настолько, что вообще не жутко. Да, а у кого сухие вот кожи на руках, вот как у меня, но это вообще у меня прямо даже трескалось. Вообще. А вот старое вот это тоже хорошо. Да, еще старое мы тут достали тесто-месилку. Она такая была пса в жире, в общем, не пойми в чем. Да, она, во-первых, уже сто лет лежала в старом доме. И все такое. И там пластмассой, думаешь, вот как ее было снять? Пластмассу-то нельзя ничем. И я ее вот просто вот этим концентрированным брала. Да, мы его, кстати, некоторые разводят, но мы его не разводили. Нет, я не разводила, и я на старое вот эту пластмассу прямо вот так наливала, вот так вот втирала-втирала и оставила. И смывалась без щетки, без всего губочкой, легко-легко-легко. Отмыла. Ну, она ее там отмывала полдня, но все равно я ее отмыла. Ну да. Без вот этих железных щеток, без всего, без скобления. Она просто первый раз, где совсем уж очень-очень было там грязно, я первый раз делала, смыла, потом сейчас какое-то время опять намыла, и все. Два-три раза, но просто особенно пластмасса. Так что вот, вот такое вот у нас средство суперкрутое, маме очень нравится. Мама прямо, то есть, видите, вот сколько уже использовала, с учетом того, что он концентрированный, я буду еще маме покупать. Ну это отдельно, а отдельно просто для посуды. Да. Так для посуды я тебе купила. Вот это? Нет. Ой, так всегда у нас, я тебе тоже купила от Поберлик, жидкость для посуды. А где она? Там стоит. В кладовке. Вот видите, как мама меня прячет. Пакетик завязывает. Давай прячем другую. Вообще на полочку, которая вообще без ручек, никто не знает. Да, потому что у нас мужчины жидкие вредители сковородок. Даже жалко какую-то хорошую сковородку купить, потому что знают, что они ее бьют. Она толстенькая. Она чем хорош? О, видите. Ругаются. Это они купаются у нас дети. Вот. Она толстенькая. Она как чугунная. Старые чугунные сковородки. Они долго прогреваются. Я вот это самое, она на медленном огне прогревается. Вообще, неколепно. Все пропитается. И вот это средство еще для мотивопосудок, которые я маме тоже купила. Мама его почему-то у меня не увидела. Она подумала, что это два одинаковых средства. Вот. Так что, тоже, да, ждет своего часа, когда все закончится. Будем тоже пользоваться. И у жидкости, кстати, артикул 11193. Так что, вот такие вот у нас средства классные. А еще тут мама у меня сделала вот такие штучки. Лепешки. Всем мужикам, да, у меня приехал племяшка мой. Поэтому у нас мужиков много, четверо в доме сегодня. Да. Вот. А как это называется? Обыкновенная лепешка. У-у-у-у. У-у-у-у. У-у-у. У-у-у-у. В кавказской кухне же они это делают. На кефире. короче... И тюма-мэ с чем? Колбаской. Это все остатки. Это вот остатки колбасы с сыром, это остатки пюрешки, а это вот все, а это просто... А это просто... То, что осталось в тесте. Вот это все получилось с литра старого кефира. То есть остался старый кефир. У-у-у. Ну, куда его уже пить? Нельзя выливать? Нельзя, в общем... В итоге, вот, сделала я два пакетика соды, вот такая вот, которую ты купила. Сода для выпечки. Да, для выпечки. Три маленьких, ну, маленькие у тебя яйца в этот раз. Три яйца, мука, соль. Без сахара. Вот. И вот тесто замесило такое, вот оно такое жиденькое, но оно еще к рукам здорово липнет, вот. Раскатала. Вот единственное, что только, вот я вообще первый раз делала. Первый раз мама делает такие. Да, первый раз эксперимент. Вот эти у меня получились. Это тоненькие. Надо, я так поняла, что нужно потолще их делать, как вот эти. Вот они вот такие получаются. Ну. Делается... Раскатала, лепешка на середину, потом защипнула, как эти самые, как манты. И потом раскатала или руками. Вот это руками. Почему так? Ну вот, давай. Все подобрала, старенькое, то, что все было уже там. Там жопка колбасы. Жопка сына. Карту, пюрешка не дай, осталась, которая, ну чего его. Булка и так толстая попадется. А так вот мужикам сейчас вот из бульончиков все хорошо пойдет. Ну да, на обед. Да. Ну я тоже съем. Ты тоже съешь. Ну да. Ну и потом вот она, вот еще вот у меня поменьше вот здесь жира было, масло растительное, а вот там побольше. В общем, экспериментировала и подкладывала решеточку, и поменьше, чтобы пропекалось, и поменьше масла, а в итоге оно должно быть просто вот как пышечки масля. Вот так вот. Ну понятно. А что вот такая вот у нас пуснятина? У меня зацвели мои розы. Смотрите, какая красивая. Ой, не могу я прямо. И вот розовая зацвела. Это у меня розовая такая с каемочкой тоже сейчас расцветет. И вот у меня еще тут красная пошла цвести. Вот это вот тоже красивая. А вот это вот, которое я в прошлый раз вам показывала, видите, она все, она опадает. То есть бутон, все, день-два, и все, он опадает. Вот это красиво, вкусно пахнет, но да. Еще у меня с другой стороны беседки вот такая роза огромная. Это плетистая роза. Посмотрите, как она у меня цветет. Я в прошлый раз забыла показать. Вот беседка, это с другой стороны. И тут у нас еще вот этот пион. Пион, и там еще одна тоже такая же красная роза. еще мама тут красный пиончик зацвел вот такой красивый. Какой-то маленький. И батончиков у него больше нет. А так у нас розовый, вон, уже цветают. Все валяются, пионы мамины. И вот у меня, кстати, кто-то спрашивал, одна подписчица, про спирею, про то, что она черенками ее у подружки взяла, высадила, и надо их стричь. Не надо пока. Не надо стричь. Задел я. Не знаю. Ведь в этом году посажена, то ее задел. Я ее обычно пищу лесной. И один сорт стиль ей. Вот это одна у мамы. Один сорт. Да, желтенькая. Ага. Это второй сорт. Это второй с розовыми цветочками, да? Да, листья у них такая, у них там лесная кофе у нас там. Листья отличаются, да? Да. Это вот спирея. Вот такая вот. Это кардиковая, да? Маленькая. Вот она вот такая вот, больше не будет. Ага. Обрезаю ее обычно весной, потому что, как она перезимует зимой, вот эти сухоцветы обычно срезаю и формирую куст именно по весне, но не по осени. Осенью вообще ни одни растения не любят, чтобы их резали. Ага. Вот. Поэтому, а если в этом году она посадила, то вообще лучше года два не трогать. Да? Да. Не трогать, пусть она, да, пусть она это самое прерывется. Как вот пойдет сильно отрастать тогда, вот, поэтому, в общем, вот так вот. А мы сейчас маму здесь вдоль забора сделали такой кулумбу. Песина наша подружка, которую мы планируем посадить эти, тюльпаны. Да, Антоновича любимая. Да, у меня муж любит тюльпаны, говорит, почему у нас нету на участке тюльпанов. Вот, а мы не знаем, почему у нас нет. Почему у нас нет тюльпанов, мам? Не, ну, у нас были, а потом, когда началась стройка, все подухло. Ну, да. Доски положили. Ну, да. Доски положили, что-то, кирпич положили, так что, Да, поэтому решили. Вот, кстати, кустик, который скосил мой муж. И вот тоже, да, второй. А вот те, которые не скошены, да. Ну, ничего, вон вылезают. Теперь я вот так вот сделала, чтобы это была клумба, чтобы ничего не косили. Ну, старыми кирпичами. Да, старыми кирпичами. Старыми кирпичами, в общем. Так что, вот такая вот у нас тут красота. У нас, кстати, это гвоздичка вот такая еще красивая растет. Да? Вот такая вот красивая. Пахнет. Пахнет? Да, она пахнет. Была одеколона раньше, гвоздика. Вот, люди моего возраста делают, для девушки. Вот, они должны помнить, была так гвоздика. У них такие длинные были эти самые флаконы старые. Вот, она так же пахнет? Ага. Вот просто, я просто из-за этого даже. еще были бы цветочки бы, которые пахли бы тройным одеколоном бы, вообще бы. Не знаю, люблю тройные одеколоны, не знаю, потому что, это воспоминание детства, бабушка любила, вот она себе там все, лечила тройным одеколоном, натирала, примочки делала, и это все так подсознательно осталось, поэтому... вот такая у нас теперь красота. вот спирида, видишь, она стала цвести, видишь, и все, вот она цветет, и останется, и все. И только, и до весны, а потом весной, вот как раз, будешь смотреть, какие там, помыль, помыль, какие-то, сухоцветные, вот их и надо, сейчас нет, сейчас не надо, сейчас все. Я надеюсь, вам понравилось такое видео, мне, кстати, да, написали, что я загорела, на самом деле, я специально особо не загораю, так, одеваю с утра купальник, и хожу, пока белье вешу, пока туда-сюда, и получается, видно, что солнышко меня прихватывает, немножко только из-за этого, у меня теперь вот здесь вот шея белая, так что вот так вот. Ну, и на сегодня я буду с вами прощаться, не забывайте подписываться на мой канал, ставьте пальчики вверх, мне это очень приятно, всех люблю, целую, и до новых встреч!